Всем привет! С вами канал Maros Life и в сегодняшнем выпуске обсуждаем главную новость октября Введение чрезвычайного положения в Чехии Все началось с того, что министр здравоохранения Адам Войтех сдал свои полномочия И на его место президент Милаш Земан поставил главного эпидемиолога страны Романа Примул С 30 сентября состоялось заседание в чешском правительстве, где Роман Примула предложил ввести чрезвычайное положение в Чехии В то же время Кабмин принял новый пакет новых мер, который будет действовать с понедельника на 14 дней Чрезвычайное положение не означает, что мы принимаем те же меры, что и весной, которые привели бы к закрытию магазинов, предприятий и так далее Это меры, которые в основном связаны с активным отдыхом, сказал Роман Примула Я сейчас озвучу основные меры, которые будут действовать с 5 октября по 18 октября Итак, первый пункт. Образовательные учреждения Здесь на 14 дней закрываются средние школы В красных и оранжевых регионах организуется дистанционное обучение При этом в средних школах смогут очно проводиться практические занятия В начальных школах, что нас интересует, потому что наш ребенок ходит в начальную школу Это закладник школы Отменят уроки пения Учеников второй ступени, это ученики с 6 класса по 9 уроки физкультуры То есть вместо физкультуры дети будут гулять на воздухе Школьные группы, это продленки, будут работать в обычном режиме Детские сады будут также работать Ну и самое главное коснулось студентов, вузов Останутся они все на дистанционном обучении Следующий пункт. Массовые мероприятия В закрытых помещениях и массовых акциях смогут участвовать не более 10 человек Под открытым небом не более 20 человек Что это значит? То есть если я захочу там пойти потренироваться на площадке И там будет 20 человек, то есть я уже не смог потренироваться Как это будет конечно контролироваться я не знаю, но будем смотреть дальше Рестораны За одним столом могут собираться не более 6 человек Заведения общепита по-прежнему не будут работать с 10 вечера до 6 утра Не считая продажи еды на вынос Спорт Официальные спортивные соревнования будут проводиться без зрителей Ну как это было и раньше Максимальное количество участников 130 человек Дополнительные ограничения пока не вводятся для магазинов и торговых центров Парикмахерских и салонов красоты Но опять же все будет видно в зависимости от той ситуации, которая будет дальше Чрезвычайное положение вводится сроком на 1 месяц То есть оно должно закончиться 4 ноября 2020 года При этом ЧП будет сопровождаться мерами, объявленными здравым сроком на 14 дней Те меры уже, которые я озвучил, они уже будут активированы с понедельника 5 октября Ну а дальше опять же будем смотреть Если ситуация будет ухудшаться, то будут ухудшать и меры Если эпидемиологическая ситуация улучшится, эти ограничения будут сняты через 2 недели Вот такая вот информация от Романа Примула и правительства Чешской Республики Что касательно работы, главное я вам скажу, чтобы Чехия не закрыла границы Хотя уже в Евросоюзе она не на самых лучших местах То есть она занимает сейчас предпоследнее место по эпидемиологической ситуации Все страны уже, в том числе и соседи Германия, Австрия, Венгрия, Польша То есть закрываются от Чехии Если закроют границы, конечно будет беда Но пока, опять же, акцент сделан на том, чтобы люди ходили на работу Поэтому по поводу работы вопросов пока нет Как будет дальше, опять же, будет видно Поэтому раньше времени паниковать не нужно Тех, кто едут в Чехию, обязательно ознакомливайтесь с информацией на сайте Министерства внутренних дел Чехии Ссылки я тоже всегда оставляю под видео Там есть весь перечень всех правил Что нужно делать, что нужно зарегистрировать Какую форму подать, что нужно распечатать Обязательно эти все требования выполняйте Приезжайте, работайте Вот, собственно, вся информация, которую я хотел с вами поделиться О чрезвычайном положении в Чехии Всем, кто еще не подписался на наш канал Обязательно подписываемся, ставим лайки Делимся также своим мнением по этому поводу в комментариях под видео Ну, а я буду на этом прощаться Всем удачи, до встречи в новых выпусках Пока-пока